О спорте. Финал четырех Кубка России впервые пройдет в Курске. Помимо столицы Соловьиного края в числе претендентов на право проведения финальной части соревнований были Оренбург, Екатеринбург и Подмосковное Видное. Но Российская Федерация Баскетбола дала приоритет нам. Об этом, а также о будущем команды в понедельник шла речь на встрече губернатора Александра Михайлова с тренерским штабом Курского Динамо. Большой календарь большому клубу. Даже на таком вымпеле все игры Динамо поместились с трудом. Сегодня курская команда укомплектована лучшими баскетболистками Европы и Америки. Глава региона выразил надежду, что в будущем тренерский штаб Белоголубых будет активнее привлекать воспитанниц местной школы. Тем более, что резерв есть. В Динамо занимается 500 девочек. Лучшие из них станут игроками детско-юношеской баскетбольной лиги и молодежного чемпионата России. Бо Овертон отметил, некоторые игроки уже сегодня могут помочь основной команде. В молодежной команде есть хорошие защитники, и мы посмотрим, как они вольются в основную команду. Нужно взять на какие-то выездные матчи молодых игроков. Хочу посмотреть побольше игр молодежной команды, чтобы делать выводы. Александр Михайлов поинтересовался, известно ли американскому тренеру о противостоянии Курского Динамо с Надеждой. Есть у нас, у наших, Бо, наверное, уже знает, да, команда, которая все время камнем преткновения является. Надежда Оренбург. Особенно в споре за бронзовые медали. Мы должны им отплатить за то, что они сделали с нами. Бо Овертон отметил, большую роль в команде играют российские баскетболистки. Регионерки и Самоан приехали сражаться до последнего, а не на каникулы. На встрече стало известно, что болельщики смогут поддержать команду в матче с принципиальным соперником, московским Динамо. На выездную игру 8 января из Курска в столицу отправятся два автобуса. Редактор субтитров А.Семкин